Привет всем. Здесь судья Эндрю Наполитано, который судит о свободе. Сегодня вторник, 30 января 2024 года, к нам присоединяется Скотт Риттер. Скотт, это всегда приятно, мой дорогой друг. Добро пожаловать обратно. Спасибо тебе за то, что ты, как всегда, вернулся на шоу. Каково текущее положение дел в военном плане между Россией и Украиной? Поскольку республиканцы продолжают вести переговоры друг с другом и с Джо Байденом о том, чтобы направить туда еще 61 миллиард долларов наличными и военную технику. Давай оставим в стороне американскую политику и просто предположим на секунду, что эти деньги были выпущены. У нас нет боеприпасов, которые можно было бы купить. НАТО признало, что они потерпели неудачу в войне с Россией, что их целью было произвести миллион боеприпасов в год, и они даже близко не приблизились к этому показателю. И у нас нет боеприпасов, которые можно было бы купить. Так что это все равно, что иметь все деньги, если накопить их на покупку Роллс-Ройса. Но дилеров Роллс-Ройса больше нет. Так что такова реальность. Они занимаются жалкими вещами, например, ездят в Грецию и добиваются, чтобы Греция отправила в Украину их старую, списанную, законсервированную российскую военную технику. Ты не сможешь ее поддерживать. Она еще не готова к эксплуатации. Он отправится на поле боя и будет уничтожен. НАТО ничего не сможет сделать, чтобы изменить то, что происходит с украинскими военными на местах, а именно то, что они терпят стратегическое поражение от рук русских. Мы видим, что русские перехватили стратегическую инициативу, оперативную инициативу и тактическую инициативу. Россия продвигается по всему фронту. Это небольшие успехи, достигнутые сегодня на 500 метров, здесь на 2 километра, здесь на 3. Но украинцев оттесняют назад, и они вынуждены это делать, потому что, как правило, если на вас нападают и вытесняют с вашей позиции. Первое, что нужно сделать, это контратаковать. Контратака требует развертывания резервов. У них не осталось никаких резервов для развертывания. Никто не обучен, нет оборудования. И вот они растягиваются все больше и больше, и в конце концов вы растянете их так сильно, что они прорвутся по всему фронту, а русские продвигаются вперед. Так вот, какова реальность прямо сейчас. Русские становятся только сильнее. Украинцы становятся только слабее. Израиль, это одна из причин того, что нам больше нечего им поставлять, потому что мы все отправляем в Цахал. Ну что же, я просто не могу не рассмеяться. Я прошу прощения за свой смех, потому что это война, и это серьезный бизнес. Но ты помнишь, почему мы передали Украине кассетные боеприпасы? Потому что у нас не было других боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые мы могли бы им предоставить. У нас больше ничего не осталось, поэтому мы передали им кассетные боеприпасы. Но что мы уже сделали, и о чем американскому народу не говорят, так это о том, что мы углубляемся в наши военные запасы. Ты знаешь, причина, по которой мы отрезали украинцев, заключается в том, что мы не хотели проникать в наши военные запасы. Просто удивительно, как в Израиле мы вдруг находим что-то интересное. Мы устанавливаем правила. Черт возьми, Байден даже перестал посещать Конгресс. Хотя по Конституции он обязан посещать Конгресс. Он просто сказал, к черту все это, Конгресс сказал, дерзай, чувак. Нам все равно, потому что это Израиль. У нас особый мир, особые обстоятельства. Я имею в виду, что мне не нравится украинское правительство. В каком-то смысле мне их даже жаль, потому что они сидят там и говорят, эй, из-за тебя мы оказались в такой переделке. Мы потеряли полмиллиона парней, нашу армию уничтожают, а ты говоришь, что нам больше нечего отдать, но ты отдаешь от израильтяне. Почему бы тебе не отправить что-нибудь из этого нам? Происходит ли какое-то бряцание оружием или враждебность между НАТО и Россией, пока мы разговариваем? Что вы видите, как НАТО издает звуки, но суть в том, что НАТО это бумажный тигр. В НАТО ничего нет. У них ничего нет. Прислушайся к словам. Был разговор с главой военного комитета НАТО, я полагаю, адмиралом Бауэром, который сказал, что НАТО должно подготовиться к войне с Россией через 20 лет. Есть другие люди, которые говорят, что если Украина потерпит поражение, Россия нападет на НАТО, и мы должны быть готовы к войне. Это просто глупо. Во-первых, где Россия собирается взять силы для этого? Чтобы двинуться с Украины, где у России достаточно сил для выполнения этой задачи, а затем немедленно перейти в наступление на Румынию или Польшу. Потребуются, как вы знаете, еще сотни тысяч военнослужащих, которых у русских нет. Они, как ты понимаешь, не экипированы, не обучены, не подготовлены к этой акции. Русские не подготовлены с точки зрения логистики, и русские не хотят этого делать. Это не их доктрина. Так что НАТО живет в мире фантазий, который создан для того, чтобы сформулировать сценарий, который придаст им постоянную актуальность. И в этом все дело. Что вы делаете, когда вы не состоявшийся военный альянс, который трещит по швам, который был разоблачен как бумажный тигр, где все их военные просто посмешище? Они не умеют воевать. И ты поставил на карту все в Украине, надеясь, что украинцы каким-то образом смогут добиться того, чего не смогли вы. А теперь украинцы проиграли, и тебе нечего им дать. Как ты продолжаешь заявлять о своей значимости? Создавая угрозу, которой не существует, Россия не собирается вторгаться в НАТО. У них нет никакого желания вторгаться в НАТО, и все же НАТО собирается продать это, чтобы они могли каким-то образом напугать свое население, и заставить его продолжать откладывать деньги на этот нелепый, устаревший военный альянс, который не имеет никакого значения. Это, конечно, будет зависеть от того, кто будет избран президентом в конце этого года, поскольку Трамп враждебно относится к НАТО и не испытывает к нему никакой симпатии. А Джо Байдену, похоже, это нравится. Что же у Ирана достаточно урана, чтобы изготовить 12 ядерных бомб за 5 месяцев? Предупреждает бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт. Бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер находится здесь, чтобы оценить все это и многое другое. Скотт, рад вас видеть. Добро пожаловать обратно на шоу. Спасибо, что пригласили меня. Давайте поговорим прежде всего о Дэвиде Олбрайте, бывшем инспекторе ООН по вооружениям. Он бывший инспектор ООН по вооружениям и сейчас бьет в барабаны. Я нахожу очень интересным то, что Иран вот-вот получит ядерное оружие. Может быть, у них уже есть ядерное оружие, вероятно, нам следует нанести по ним удар. Вероятно, нам следует атаковать их прямо сейчас. Дэвид Олбрайт провел краткую встречу с инспекционной группой Международного агентства по атомной энергии в Ираке. Его пригласили принять участие в инспекции, в ходе которой они изучали документы, полученные после того, как Хусейн Камаль дезертировал. Он не инспектор. У него нет квалификации инспектора. Скажем так, он сторонний эксперт по цитатам, который прибыл на одно задание и впоследствии сделал на этом карьеру, симпатизируя таким людям, как я, которые потратили годы на планирование миссий, их выполнение и взаимодействие с другими людьми. Международное сообщество обеспокоено этим. Вы знаете, я просто думаю, что если парню приходится фальсифицировать свое резюме, чтобы приукрасить свои полномочия, то вам, возможно, стоит дважды подумать над сообщением. Но давайте сосредоточимся на сообщении, а не на посреднике. Вы знаете, что этот человек в свое время выступал за насильственное разоружение Ирака. Это человек, который купился на поддержку перебежчика Хамзы и предоставил ему возможность лгать о возможностях иракского ядерного оружия. Он способствовал усилиям Хамзы заявить, что Ирак осуществляет программу создания ядерного оружия. На руках Дэвида Албрайта кровь тысяч американцев и миллионов иракцев. Он не невинный ученый. Он не объективный наблюдатель. Он сторонник израильской политики смены режима в регионе, и он уже некоторое время выступает за конфликт с Ираном. Он был одним из первых, кто распространял фальсифицированную израильскую информацию об Ираке, иранских ядерных намерениях и возможностях. Любому, кто хоть немного разбирается в ядерной программе Ирана, ясно, что Иран не занимается военной программой. Я хочу обратить на это внимание всех. Иран ничего не нарушает. Они даже не нарушают иранскую ядерную сделку. Таким образом, Иран сделал то, что ему разрешено делать в соответствии с параграфами, написанными Соединенными Штатами, согласно которым Иран отказывается от своих обязательств до тех пор, пока Соединенные Штаты и Европа не будут выполнять свои обязательства. Иран не нарушает никаких законов. Они делают то, что им разрешено в соответствии со статьей 4. Они делают то, что им было бы разрешено делать, когда СВПД достигнет зрелости в любом случае. Так что это не является толчком к созданию ядерного оружия. Это Дэвид Олбрейт. Вы знаете, он, так сказать, обеспечивает фоновый припев для продолжающейся песни Беньямина Нетаньяху о войне против Ирана. Я думаю, что это увлекательный фоновый припев, потому что я нашел время для этого довольно интересным. Не так ли? В данный момент мы слышим, что поддерживаемые Ираном группировки нападают на американских солдат на этих базах. И, кстати, почему у нас так много этих баз разбросано по всему миру в этих незаконно оккупированных районах, будь то Сирия и Ордания или где угодно еще, верно? Даже в Нью-Йорк Таймс администрация Байдена признала, что, знаете ли, это только вопрос времени, когда американские войска в этих регионах станут мишенью или будут поражены. Ну что же, это шокирует. Просто шокирует. Они уже много лет твердят нам, что не хотят, чтобы мы были там. Во-первых, почему мы находимся в этих районах нелегально? Так что это всего лишь вопрос времени, и администрация Байдена признает это, а не легкая добыча. Это почти похоже на то, что они специально выставляют их там в качестве подсадных голубей или чего-то подобного, ожидая, когда эти поддерживаемые Ираном группировки нападут на нас. И это является оправданием для нас, чтобы что-то сделать с Ираном. Я ошибаюсь на этот счет. Возможно, это просто моя циничная натура. Ну что же, в данном случае не забывайте, что администрация Байдена унаследовала эту вынужденную позицию. Это то, что началось при администрации Обамы. Конечно, Байден был вице-президентом, но это продолжалось и при Трампе. Вы знаете, что это американская политика, а не политика Байдена. И это политика, которая не имеет никакого смысла. Вы знаете, мы применяем силу в регионах с очень сомнительными претензиями на легитимность. У нас нет законных оснований находиться на сирийской территории. Мы утверждаем, что это потому, что мы стремимся уничтожить ИГИЛ. Речь идет о дестабилизации правительства Башара Асада в рамках более широкой политики смены режима, которую Байден унаследовал от Трампа, а тот от Обамы. Американские войска находятся незаконно на сирийской территории, совершенно незаконно. Все, что они делают, является военным преступлением по определению. Они находятся там без какой-либо миссии, без какой-либо реальной миссии. Если мы скажем, может быть, пришло время уходить? О нет, на вас будут нападать, как на слабака. И, конечно же, Байден баллотируется в президенты. Он не хочет, чтобы его считали слабым. Самое слабое, что может сделать американский президент, это позволить американским солдатам умирать без всяких на то оснований. Джо Байден самый слабый президент, какого только можно вообразить, потому что не только погибли три американских солдата, 34 получили ранения. Но теперь он говорит о проведении актов возмездия, которые могут расширить этот конфликт. И если Дэвид Олбрейт и Нетаньяху добьются своего, это будет означать всеобщую войну с Ираном. И вот в чем загвоздка. Иранцы перекроют Армузский пролив. Иранцы уничтожат все объекты американской военной инфраструктуры в регионе. Все эти истребители, которые находятся на авиабазах Катара, будут уничтожены. Это неизбежный результат. Я могу написать об этом прямо сейчас, точно так же, как я мог бы написать о том, что произошло с украинским контрнаступлением. Любой военный эксперт, который взглянет на соотношение сил, знает, что Америка не настроена на победу. Так почему же мы ввязываемся в военный конфликт, в котором, как известно, военным профессионалам мы проиграем? Это президентская политика. Джо Байден ставит свои политические амбиции выше неприкосновенности жизни американских военнослужащих. Это абсолютно отвратительно. Потому что, как вы можете сказать семьям тех троих, которые были убиты, что они находились там незаконно? Защищали ли они Америку? Защищали ли они Америку? Это был красный рассвет? Это абсолютно отвратительно. Да. И потом, когда вы думаете о более масштабной миссии сейчас и о том, что, по-видимому, хочет сделать администрация Байдена. Я имею в виду, что у вас, безусловно, есть Линдси Грэм и другие члены Сената, которые в последние 48 часов по всему Твиттеру распространялись сообщения о том, что нам нужно нанести удар по сердцу Тегерана. Нам нужно действовать. Нам нужно стереть их с лица земли. Это слова Линдси Грэм. Нам нужно нацелиться на них и ударить по ним сильнее, чем когда-либо прежде. Поэтому нам нужно нанести удар прямо по Ирану. Иран утверждает, что мы не имеем никакого отношения к этой атаке. И поэтому, на мой взгляд, они десятилетиями искали этому оправдание. И теперь я не знаю, является ли это тем катализатором, который они будут использовать для того, чтобы сделать это. Но это уже третий участник, которого они пытаются убрать. Ирак, Ливия. Это уже третий случай. Они давно этого хотели. Так вот, Скотт, на мой взгляд, является ли неизбежным на данном этапе то, что они собираются напасть на Иран? Я так не думаю. И я скажу вам, почему я так не думаю. Потому что в вооруженных силах США нет идиотов. Там есть профессионалы, которые, независимо от их идеологических мотивов, могут верить в сильную позицию Америки на Ближнем Востоке. Они могут поддерживать миссию по борьбе с ИГИЛ в Сирии и все такое, но они профессионалы. Именно так они и поступят. Это как с пожарным, чья работа заключается в тушении горящего здания. Но если я подъеду к зданию и посмотрю на него, и я посмотрю на характер строительства, распространение огня, выходящий дым, я пойму, что это здание разрушено. Это потеря. Я не собираюсь пускать пожарных в это здание. Это не значит, что я не хочу бороться с пожарами. Это значит, что я не собираюсь бороться с этим пожаром, потому что этот огонь убьет меня. Я собираюсь избавиться от этого огня. Военные специалисты прямо сейчас изучают соотношение сил в регионе. Помните, что как только вы начнете войну с Ираном, давайте просто начнем с основных стратегических линий связи. Иран будет действовать за счет внутренних линий связи, что означает, что они будут сражаться на своей собственной территории. С другой стороны, мы проецируем свою мощь за тысячи миль от нашей территории, за тысячи миль или сотни миль от любой известной базы поддержки. У нас недостаточно сил, чтобы нанести какой-либо существенный ущерб Ирану. Мы взорвем пару объектов, но затем они обрушат на нас все, что у них есть. Они уничтожат наши передовые базы. Авиабаза Алубай в Катаре будет ликвидирована. Пятый флот в Бахрейне будет ликвидирован. Все корабли в Красном море и Персидском заливе будут уничтожены и потоплены. И мы ничего не сможем с этим поделать. И в таком случае, для чего мы должны использовать эту мощь? У нас больше нет военно-морского флота. Мы тратим почти триллион долларов в год на создание вооруженных сил, которые не могут выполнять свою работу в Европе, не могут выполнять свою работу в Азии, не могут выполнять свою работу на Ближнем Востоке. Слава богу. Потому что для выполнения их работы в Европе нам пришлось бы воевать с Россией. Для выполнения их работы на Тихом океане нам пришлось бы воевать с Китаем. А для выполнения их работы на Ближнем Востоке нам пришлось бы воевать с Ираном. Но мы слабы. Мы фундаментально слабы. Вы знаете, в этом и заключается опасность чрезмерного сдерживания. Одно дело напрягать свои мускулы с помощью сдерживания. Но сдерживание работает только в том случае, если другая сторона верит, что вы сможете выполнить те действия, которые вы обещаете предпринять. Всем становится до боли ясно, что Соединенные Штаты не могут довести дело до конца. Теперь, к счастью, Иран знает, что даже если Соединенные Штаты не выиграют войну с Ираном, Соединенные Штаты могут нанести Ирану достаточный вред. Иран находится на пороге восстановления экономики. У них впереди очень светлое будущее. Они стремятся к миру, а не к войне. Именно поэтому Иран присоединяется к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Они стремятся к великому будущему, к экономическому росту и процветанию. Так что Иран не стремится к этой войне. Именно Америка стремится к этой войне. Иран сделает все необходимое, чтобы убедить американцев в том, что эта война не стоит того, чтобы в ней участвовать. И я надеюсь, что военные профессионалы будут стучать в дверь овального кабинета и говорить Байдену, «Я не могу этого сделать, босс». Если вы начнете этот конфликт, он закончится не так, как вы этого хотите. Военные не занимаются политикой, но, возможно, кто-нибудь из Совета национальной безопасности скажет, «Это самый быстрый способ гарантировать, что вы проиграете выборы в ноябре 2024 года, потому что вы будете президентом военного времени, которому иранцы надрали задницу». Из ваших уст это донесется до ушей Господа Бога. Скотт, спасибо, как всегда, за вашу проницательность и анализ от настоящего инспектора ООН по вооружениям. Мы ценим это. Спасибо, что пригласили меня. Спасибо, Скотт. Продолжение следует...